МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем мечтает настоящий полковник? Ехать за пределы республики и выключить мобильный телефон. Таким его не видел никто. У меня такая слабость, острые мясные блюда. А мы покажем с погонами и без галстука. Алексей Березовский. Это без галстука, самое неофициальное интервью с официальными лицами. Здравствуйте. Алексей Петрович, наша передача называется без галстука, поэтому уже в начале программы я попрошу вас его снять. Понимаю, что не по уставу, поэтому сегодня возьму ответственность на себя. Вы вообще часто носите галстуки? Нет. Алексей Петрович, в какой момент жизни вы решили жить по уставу? Может быть, пошли по чьим-то стопам? Я уже в четвертом поколении, поэтому тут профессия, она сама собой уже была определена. И после года срочной службы было принято решение подать рапорт на поступление в военную академию Республики Беларусь. Это был 95-й год. И 1 августа 95-го года я был зачислен курсантом военной академии Республики Беларусь на факультет ракетных войск и артиллерии, который в 1999 году окончил. Факультет сами выбирали? Да. Потому что отец у меня артиллерист, дедушка в мамином офицер царской армии, потом родители моих родителей, тоже офицеры. Отец моей матери участник Великой Отечественной войны, живой, вот, проживает на территории Украины. Тиран войны тоже принимал участие в Сталинградской битве, в возбождении Калининграда, тогда еще Коннексберга. Ну, боевой человек, прошел очень серьезный жизненный путь, сейчас проживает на территории Украины. А женщины в вашем роду форму носили? Нет. Никто, да? Только мужчины? Ну, как мать военнообязанная, как она метработник, то приходилось военной форму носить, есть у нее военный билет тоже, ну, уже на пенсии, поэтому, как бы, ну, так в свое время доводилось водить по месту службы отца, вот, был момент ее жизни, когда она тоже сама проходила службу в качестве медицинского работника. А где это было, когда, расскажите? Это было конец 80-х годов, тогда еще республики ГДР, тогда у нас 89-й год, 90-й, где-то в этот период. Расскажите о своем детстве, каким оно было, где вы родились? Родился я на Украине, в городе Хмельницком, там как раз отец заканчивал военное училище артиллерийское. детство, как у всех, обычное. После выпуска отца часть моего детства прошла в Монголии, правда, я так мало помню, там, что был маленький. А вот, а уже потом, отца после службы в Монголии, уже направили в Бобруськ, и, как бы, все сознательное детство, возраст, то есть я провел именно в этом городе. где-то мы с 80-го года приехали сюда, отца направили сюда служить, и здесь и остались. Здесь я закончил школу, сюда пошел на срочную службу, ну и... А говоря о школе, были прилежным учеником или зачинщиком драк, конфликтов? Не, ну, с зачинщиком драк я никогда не был, ну и, к сожалению, приездностью, наверное, тоже, вряд ли я похвастаюсь, но все равно благодарен тем учителям, которые обучали меня, уже даже есть возможность сказать спасибо, ну и извиниться где-то что-то, когда был там в школе, может, что-то нарушал дисциплину, ну... Ну а в пример, наверняка отца оставили? И отца, и двух дедов, потому что, еще повторюсь, что у меня один дед фронтовик, отец матери, второй дед он собирался, но так и не направили на фронт, был маленького роста, поэтому как-то так не получилось. Ну, все люди, которые... Каждый учил по-своему, каждый прививал то хорошее, то важное, которое должно быть в человеке. То есть никто изначался, во мне не видел там офицера, просто меня воспитали как хорошего, порядочного человека. А уже о выборе профессии это было персональным мое решение, поэтому такого не было, что кто-то навязывал свою точку зрения, что должен именно идти там в военную отрасль. А как по-вашему, вот портрет офицера сегодня, в 21 веке? Ну, портрет офицера, он не меняется ни в какие века. То есть если человекоприсущность, порядочность, честность, то это качество, которое в любые времена важно. То есть не важно, это 21 век, это 20 век, это 19 век, то есть любого человека должен понимать, что сначала в первую очередь должно быть государство, а уже потом решаются какие-то свои проблемы, свои интересы и так далее. Алексей Березовский стал военным комиссаром города и сразу трех районов в декабре 2014 года. Продолжатель семейных традиций вдохновляется мемуарами полководцев и маршалов. Читал вспоминания маршала Штеменки, что в 41 году передний край обороны определяли по городским телефонам, потому что других вариантов не было, вся военная связь, она была как бы выведена из строя. Алексей Березовский сегодня не просто руководит коллективом в семь десятков человек, но и организует учетно-призывную работу, отвечает за мобилизацию и социальное обеспечение воинов-интернационалистов, пенсионеров Министерства обороны, участников Великой Отечественной. Скажите, самое яркое ваше воспоминание о службе, может быть, когда впервые взяли в руки автомат? Первая музыка, когда мы стреляли на полигоне, соорудие-то было противотанковое орудие МТ-12. Это было самое такое впечатление, когда действительно мы становились воинами артиллеристы после первого выстрела, потому что перед первым выстрелом это был год теории, изучение материальной части вооружения, проведение правильных расчетов полета траектории снаряда, а уже после этого первого выстрела, хотя это была прямая наводка, но там было, наверное, самое такие яркие впечатления. Вот этот выбрасывается гильза, запах этого сгоревшего пороха. Скажите, сегодня по-вашему престиж армии, он остается тем же, каким был лет, еще 20-30 лет назад? Насколько активно сегодня уклоняются от службы? Ну, поймите, что категория таких граждан она существовала и будет существовать. Как такой активности нету, многие уже поняли, что служить службу в воинских счетах Министерства обороны или там Министерства внутренних дел. То есть год-полтора года – это не такой большой срок для юноши. Почему я все время говорю, что с 18 до 27 лет – это довольно-таки солидный промежуток времени. То есть это, сами понимаете, 9 лет. Ну, а мы, как меряем призывы, это 18 призывов. Или год-полтора и человек создает семью, устраивается работать восстанавливаем и живет обыкновенной жизнью, которую он сам себе размирил. Смотрите, прямо сейчас мечта в погонах. Уехать за пределы республики и выключить мобильный телефон. Как дети продолжают семейные традиции. В любом случае будет с военным билетом ходить, никуда не денется. И что не в моде среди уклонистов. Мало таких встречал, конечно, многодетных отцов, чтобы 27 лет. Таким его не видел никто. Нелюбители каких-нибудь прыжков с тарзанки. Военный комиссар Алексей Березовский. А какая самая нелепая была отговорка во время комиссии? Отговоров таких нет. Почему? Потому что человек, получивший повестку, он уже автоматически становится под определенную ответственность. Поэтому такие отговорки, что... Ну, самые распространенные, что люди находятся за пределами Республики, и работодатели, которые там не выплатили заработную плату, из-за чего они не могли добраться до дома. Это как бы такая обыденная фраза. учеба, да? Еще какие-то моменты отсрочка? Нет, это все, что касается связанных с обучением. Человек стоит на отсрочке законного. Если он учится, ну, если, конечно, он не был когда-то отчисленный и потерял права на отсрочку, но это такие уже наши нюансы, которые... Так, если ребенок поступил учиться на стационарную форму обучения, он учится, пока не окончит свое среднеучебное, высшее учебное заведение, то есть он пользуется отсрочкой. А именно те, кто находится в заработках там, за пределами нашего государства, вот у них такое, что работодатель не заплатил, поэтому мы хотели, но никак не доехали. Многодетные отцы? Мало таких встречал, конечно, многодетных отцов, чтобы 27 лет, но бывает, которые уже трое дети, юноши, которые 25 лет, ну, уже не юноша, мужья уже. Немного, но категория такая тоже самое присутствует. Остается семьей в таком случае? Да, да, конечно. Скажите, а какие предпочитают войска, в какие части отправляются сегодня служить? Мы отправляем во все части, по очень механизированной. любят? Нет, нет, наоборот, парни сами просятся подальше. Есть, которые действительно по семейному положению, опять же, те же, кто там имеет жену, мы уже стараемся их оставлять поближе к дому, потому что все-таки там уже люди семейные. А те, кто такие, парни, обычно как-то все подальше почему-то просятся, не знаю. Может, самостоятельными хотят стать, не знаю. Весенний призыв 2018 уже на старте. Совсем скоро будущие бойцы начнут проходить медкомиссии, а во второй декаде мая отправятся в войска. Тяжелее тем, кто не готовился ни капли к службе. Не в плане спортивном, не в плане профессии какой-то, тяжеловато. Но без спорта в армии тяжко. Сам Алексей Березовский 15 лет с гирями на «ты», но последние несколько сезонов тяжелый спорт сменил на утреннюю гимнастику. Для вас, как для военного человека, наверняка очень важен тыл надежный. Он у вас есть? Расскажите о своей семье. С женой учились в одном классе. Потом уже после службы там уже расписались. Сейчас воспитываю дочь, получается. Сколько лет вы знаете супругу? 92-го года. Сколько дочери лет? 20. Где она сейчас, расскажите? Она сейчас учится в Витебском медицинском университете имени «Дружба народов» на фармацево-седистическом факультете. Вы строгий отец? Какой вы дома? Такой же начальник? Существует конечно же грани, нельзя быть одинаково и на службе, и дома. Наверное, отец как отец строгий. Я не требую чего-то от ребенка лишнего. Если я говорю, что надо делать так, я в состоянии обосновать, почему это надо делать так. Если меня могут убедить в образном и доказать, что я неправ, тогда я могу поменять свое решение. Но если доказать не можно, что я необоснованно выдвигаю требования, то их принимают к исполнению и никто не обсуждает. Свободное время у вас есть? Как вы любите его проводить? Ну, как все наверное. Немножко хочется отдохнуть, заняться домашними делами, просто поспать и в раз, погулять, походить. Хорошая погода, выехать за город. То есть буквально, как любой человек, который после конца трудовой недели хочет немножко отдохнуть, развеяться. Каких-то там предпочтений у меня таких нет. Идеальный отдых для вас расскажите. Вот семейный. Семейный? Да. Уехать за пределы республики и выключить мобильный телефон. Это идеальный для другого руководителя, чтобы действительно отдохнуть. Потому что, как правило, если ты находишься на месте, то телефон у тебя все время включен. Ты в любом случае всегда знаешь, что будут звонить подчиненные, всегда надо поднимать, отвечать. То есть такого понятия, что ты можешь выключить телефон. как-то так. Наверное, это будет неправильно и некрасиво, потому что в любом случае коллектив это люди, которые тебе доверяют, которые знают, что руководитель всегда на связи, когда в этом мне позвонили. Поэтому говоря о домашних делах, есть ли какие-то обязанности, которые распределяются между вами и супругой? Или вы совместно что-то делаете, готовите, например? Я могу приготовить как бы правильный здесь нету, даже когда в отпуске, получается уже на работе, я могу приготовить, в принципе, умею я готовить все, и первое, второе, с кухней на ты. А коронное блюдо? Коронное блюдо, все, что связано с мясом и с перцем. У меня такая слабость, острые мясные блюда. Есть ли человек в вашей жизни, которым вы гордитесь больше всего? Дед, фронтовик, который прошел всю войну, наверное, тот человек, которого надо брать пример. Скажите, оглядываясь назад в вашу жизнь, был ли поступок, о котором сожалеете? У меня, наверное, впитали, что я таки гадости и подлости никогда не делал, поэтому, как бы, такого, чтобы я сделал что-то такое незаконное или что-то досадил кому-то, сделал плохо, не могу такого сказать. Что для вас экстрим или самый экстремальный поступок в вашей жизни? Экстрим, наверное, это те действия, которые связаны с определенным выбросом адреналина, какие-то бесстрашные, может, какие-то подвиги я скажу, что не любители каких-нибудь прыжков с тарзанки и такое подобное, которое там... Неоправданный риск, да? то есть человек с годами начинает себя любить, а это в молодости, но когда чувство страха немножко притуплено, тогда может что-то бы и хотелось бы сделать такое, что связано с каким-то определенным выбросом адреналина, но уже на сегодняшний день это лишнее. Но не зря говорят, береженого Бог бережет, верите ли вы в Бога и насколько... Может, посещаете церковь, поститесь, расскажите. Каждый человек верит по-своему, потому что в человек, когда всякие бывают жизненные ситуации, в любом случае он обращается к вере. Не такое, что каждый день, ну, посты я не соблюдаю, в церковь ходим. Обязательно дома находится святая вода, есть уголок там, где икона. То есть, ну, как обычный православный человек, который старается нарушать заповеди, которые предписаны, то есть сверхчего-то там я не выполняю. Хорошо, спасибо большое. А сейчас, если позволите, небольшой блиц, несколько вопросов. Алексей Петрович, нравится ли вам тот человек, которым вы стали? Ну, конечно, я себя люблю, что это с кровати было. Вы умеете кататься на велосипеде? Да. Плохо ли красть, чтобы накормить бедного? Смотря у кого красть. Тебе даете родную мову? Вельми, дрянно. Вам снятся цветные сны? Иногда приходишь так, что тут вообще ничего не снится, поэтому идеальная страна для жизни, по-вашему? Не знаю, я, к сожалению, немного путешествовал, пока мне устраивает Республика Беларусь, в которой я живу, ну, в частности, город Бабыск, в принципе, я считаю, что это то место, где я себя чувствую хорошо. Верите ли вы в судьбу? Наверное, да. Футбол или хоккей? Хоккей. Что цените в людях больше всего? Порядочность. Спасибо. Это был Алексей Березовский. Таким вас точно еще никто не видел. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Музыка. 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 Музыка.